Да, вы знакомы с грантовыми проектами? Да, есть такой, у меня даже вот мой товарищ, который планетарин помогает мне, он делает гранты, и, наверное, с планетарином тоже имеет смысл этим заняться. Вот я и как раз хотел спросить, как вы считаете, достаточно развита эта система в России? Не знаю, я мало с этим знаком, честно говоря. Ну, это ведь как один из вариантов построить планетарин. Мы написали грант на экспедицию, вот, метеоритный кратер же машин, но чуть не прошло, не знаю. До сих пор для нашего географического общества я не добился, почему. Там на какой-то десятый процент что-то там проиграл, не знаю. Ну, для планетарин, наверное, можно попытаться, но это только президентский грант может что-то изменить в этом положении. Ну, вот такая сумма, да, потому что Омцы только не выделяют. Конечно. Ну, а вообще в целом, как вы считаете, вот раньше в Советском Союзе наука финансировалась централизованным, сейчас у нас все гранты, то есть хочешь что-то сделать, уже не государство тебе, например, выделяет деньги, ты пишешь грант, если выигрываешь, то тогда да. Плюс это, минус, как тут вы оцените? Да, вы знаете, я вот не буду на это, ведь я по-другому скажу. В 1977 году у нас построили городской дворец пионеров. И планетарий, который был в педуниверситете, я в нем работал, я перешел во дворец творчества работать, организовал кружок там. И мне достаточно было нашему завхозу написать, что мне нужно. Телескопы там, аппаратуру какую-то, инструменты. И там в Нефтяниках, около Звездного ДК, был магазинчик, в котором продавали для школ специально все эти товары. И они лежали, проблема была, есть или нет этот товар. Что закупить без проблем? Тебе надо для занятий. Ты сказал, тебе купили. И большая часть телескопов первоначально у меня пришла оттуда. Я старался побольше закупить, чтобы всем небесам хватало. Я работал с этими институтами, там в университете, там лаптическая скамья. Мы для нее сделали монтировку. Я сам варил там эту монтировку на заводе, поставили телескоп. Сейчас есть все, что хочешь, а денег не дают. У нас во дворце творчества, или да, сейчас городской дворец творчества, значит, либо на свои деньги, либо на деньги родителей. Нам Путин, извиняюсь, говорит, что это должно быть приоритетно. Популяризация науки, технических аспектов науки, ничего этого нет. Ничего купить нельзя, потому что за свои деньги ты каких-то... А телескоп он стоит очень много на самом деле. Сейчас-то сотни тысяч, даже более-менее такой любительский телескоп, это сотни тысяч исчисляется. Где-то у родителей, да и стыдно у родителей брать деньги, это честно говоря. Вот, и поэтому я зарабатывал на свои деньги, что-то покупал постоянно. Вот есть такая... Раньше можно было все, что... Были деньги, чтобы что-то купить, но была проблема, что купить. Наш дворец построили, и директор дворца не сделал заказ на большой телескоп. Раньше была вот зеленая дорожка тем, кто только что построился, вы делаете заказ, для вас телескоп. Это Ломо, так называют Ленинградское оптикомеханическое объединение. Заказы не сделаны. Я пришел, я тут же с ними связался. Они говорят, поздно, дорогой мой. Надо было раньше это делать. А сейчас уже у нас заказы на военную промышленность на 10 лет вперед. И дворец остался без телескопа. Пока вот мы за университеты не взяли. Сейчас все, что хочешь. Вот вообще, профессиональные, гигантские телескопы ставь, пожалуйста. Но это сумасшедшие деньги, которых не у тебя нет, и тебе их не дают. Как вы смотрите на современную молодежь, чего ей не хватает, может быть, с вашей точки зрения? Ох, 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 не хотелось бы говорить, что это плохое. Во все времена были и золотые ребятишки, и разные были ребятишки. И те, кто стремился познать, и те, кому все это совершенно не важно, лишь бы покушать. Но когда меня спрашивают, чем отличаются дети те и сейчас, я говорю, так. Может быть, это не совсем правильно, и не совсем как-то... Короче, я говорю, что тех детей нужно было выгонять с площадки, а этих на площадку. Из-за компьютера сначала вытащить, а потом вытащить. Вот они приходят, даже в планетарии, вот они идут по коридору, вот он смотрит в гаджет там. Вот он сел, а можно вы будете рассказывать, а я там буду у тебя смотреть. Переписываться с кем вы будете? Я говорю, а где мир-то вокруг вас? Вы знаете, вот они пришли ко мне в кружок, приехали из дома. Я спрашиваю, как вы добрались до Дворца Творчества? Он говорит, ну как? Мы сели в троллейбус, доехали до остановки, вышли, вот мы здесь. А где мир-то вокруг вас? А где деревья, пение птиц, где солнышко, где звуки природы? Где этого нет? Ты сел, приехал и пришел. Все. И на этом вот все твое путешествие из дома. К обсерватории Дворца Творчества закончилось. Вот они сидят все в компьютере. Вот как ключик, понимаете? Достучаться до ребенка. Ты сидишь в доме, у тебя все есть. У тебя есть Wi-Fi, интернет, фильмы. И выходить не надо никуда. И тут ты получаешь ключик. Ты открыл эту дверцу, ты вышел, и у тебя ножки по травке. Зашел в речку, все это почувствовал, все это тактильные ощущения. Все. Вот сейчас надо, мне кажется, детям этот мир показывать. Они сидят в этой электронике. И если ты их отрываешь, они очень часто злятся на тебя. Они недовольны тем, им нужны экшены, им нужны эти картинки. Причем вот эти фильмы наши, совершенно потрясающие. Советские фильмы, мудрые, умные. А не покемоны, которые сейчас там по телеку. Смотришь ли там «Квадрат, губка» или еще это жутко. Я говорю, ты ничего не понимаешь. Это же губка Бомб. Вот они уже ко мне приходят, они там первые приходят, а у них раз, они там какой-нибудь «Рамштайн» играют за радио. Я говорю, ребят, ну давайте посмотрим. Там комнатка у меня, я захожу в комнатку, включаю этот «Рамштайн», закрываю дверь оттуда. Бум-бум-бум-бум-бум. Играет ваша музыка. Бум-бум-бум-бум. Слышно, заходим, а когда они уходят из «Квадрат», они слушают «Поле Мария», там они слушают разные вещи. Вот эта музыка крутая. И у тебя сердце радуется. Что-то изменилось. Как вы считаете, стоит уезжать из России и надо оставаться здесь и пытаться как-то изменить ситуацию, поднять Россию? Я не знаю, как это изменить. У меня такое ощущение, что вот такие люди, которые понимают, что нужно сделать хотя бы своей области, они не имеют никакой силы, чтобы это сделать. То есть мы говорим, он как закон об образовании. Сколько подписей. Такие люди, академики, профессора подключаются, любители астрономии, кто их слушает? Эти вопросы решают люди, которые не понимают о том, что они делают. То есть вот если я нахожусь рядом с профессионалом, который в этой области знает больше, мне я слушаю, учусь у него, я спрашиваю у него какой-то совет, я ему позволяю делать то, что необходимо, потому что он знает, что делать. Здесь же нас никто не спрашивает. Я обустрою себя государственность, никто не спрашивает. И о том, что нравится нам или не нравится, тоже никто не спрашивает. С этим парком у нас, где собираются построить, есть парк молодежи, где опять хотят церковь там построить. И вот на водниках там этот парк, да, гендропарк, в котором тоже хотят часть территории построить там здания, строения. Мне от сердца переживает. Мне кажется, что город наоборот должен цвести, но что мы должны больше насаждений делать, больше парков, которые можно погулять, подышать воздухом, за счет этих домов, строений, которые там строятся. Меня возмущает, что строят дома, у которых нет парковок совершенно, и машина забивает все, и внутренние территории. Да я и рад Богу, чтобы внутренняя территория была пустая, чтобы дети ходили, играли. Но почему так строить заранее? Вы себя считаете патриотом? И вообще, что для вас это слово значит? Как я атеист, со мной без сумасшествия. Вот так? Да. Патриот, ну, а что значит слово патриот? Я люблю город, я патриот Омск. Нет? Я считаю, что это один из лучших городов нашей России. На втором месте у меня Москва. Многие не любят Москву. А для меня, потому что, когда я приезжаю в Москву, мне есть чем заняться. Я там в Академикнигу, я там к своим знакомым, в МГУ, там куда-то там. Каждый час в Москве у меня расписан, когда я бываю. Для меня это прекрасный город возможностей. Но я иногда говорю, надо отделить Москву и Санкт-Петербург от России, может быть, тогда заживем нормально. Но это своеобразная сторона внутри, которая диктует нам, как и что жить. С моей точки зрения. Может, я не прав, не знаю, но мне так кажется. Если бы вы оказались перед Путиным, что бы вы на вас спросили и сказали? Я бы спросил. Я несколько раз задавал Путина вопрос. Я помню, когда первый раз задал, знаете, вот эти вот, ну, с ним были встречи с Путиным тогда, что каждый мог задать вопрос. И я говорю, что вопрос вы зададите, вам, неважно, если он его не озвучит, вам ответ, да, прямая линия, вам ответ. Я задал вопрос вечером по своему телефону, утром меня вызвали к начальству и спросили, какой вопрос я задал. Я говорю, вообще, откуда вы знаете? Я своего личного телефона задавал. И вообще, это мое дело, какой вопрос задавать. Ну, вот так хитро у нас получается. Ни разу мой вопрос не прошел, я разный задавал. Ну, вот я бы задал вопрос, почему, как так получается, что в великой стране миллион, город-миллионер не может позволить себе построить элементарный планетарий. У него нет невозможности, нет денег, есть желание, но нет возможности построить. Ну, с космосом совершенно непонятно. Мы отказываемся от программы Луны, которые сейчас весь мир занят, американцы, там, Евросоюз, японцы, все. Мы вышли из этой программы. Мы решили, что через два года нас не будет, на 22-м году нас не будет на МКС уже. Мы бросаем МКС, мы не будем там. А альтернативы нет. Чтобы нам построить свою станцию, мы должны истратить денег столько же, сколько за 20 лет работы МКС. Только чтобы ее построить. И за один год ты станцию не построишь. То есть, чем руководствуется наше руководство Роскосмоса, такие вещи непонятны для меня. Как вы видите будущее России? Оптимистично, пессимистично? Оптимистично. Я надеюсь, что рано или поздно наше терпение может быть, общий фон какой-то изменит направление движения. Наша Россия и в ней станет жить комфортно. И каждому по потребности. От каждого по способности. Может быть, где-то так. Хотелось бы верить. Я оптимист по своей природе. Поэтому я думаю, только мне непонятно, кто же сейчас делать будет. Те, кто смотрят в будущее оптимистично. Давайте смотреть в будущее оптимистично. И оно к нам притянется.